Очистные сооружения в Адлере и Красной Поляне и Мзымтинский водозабор построены по олимпийской программе. И решением городского собрания были сданы в аренду Сочи-Водоканалу. Сегодня на сессии депутаты общим голосованием решение отменили. Это связано с тем, что водоканал просто отказался обслуживать данные объекты, сославшись на высокие эксплуатационные расходы. То есть вопрос в том, что одно предприятие не захотело брать объекты, хотело взять в объекты выброшенные, то есть тот, который объект им устраивает, который более экономически выгоден. А нас и город это не устраивает, и край в том числе. То, что объекты должны находиться в одних руках, эксплуатироваться четко по данной эволюциональной схеме. Кому будут переданы на баланс новые объекты, пока решается. Скорее всего, разыграют конкурс, но уже есть претенденты. Один из них – Курганинский водопровод. Он снабжает водой Армавир, Успенский, Новокубанский и Курганинские районы. Но прежде чем передать объекты, их еще нужно запустить, провести пусконаладочные работы. На эти цели из бюджетов разных уровней сегодня было решено выделить 426 миллионов рублей. На сегодняшний день эта сумма составляет 50 на 50 – 213 миллионов краевых средств, 213 миллионов муниципальных средств. Документы, соглашения, все будет подписано в ближайшее время. Деньги будут выделены из бюджетов только единожды. После все расходы на обслуживание сооружений лягут на плечи эксплуатирующей организации. Осталось только утвердить тарифы. Следующая сессия городского собрания состоится в сентябре, после парламентских каникул. И уже известны некоторые вопросы, которые рассмотрят депутаты. В частности, народные избранники обсудят строительство детских садов и подумают, как ускорить выдачу квартир очередникам. Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.